Послание главы Ингушетии народному собранию завершилось, но обсуждения не утихают. Создание рабочих мест, развитие туризма, дорожная инфраструктура, строительство важных социальных объектов и, конечно же, лейтмотив здравоохранения. Вызовы мирового кризиса, связанного с коронавирусом, республика выдержала достойно. Махмуд Али Калиматов детально остановился на этой проблеме. Учитывая, что третья волна COVID-19 на подходе и накануне на Северном Кавказе выявили индийский штамм этого вируса, единственным решением должна стать вакцинация. Я с интересом слушала послание главы нашей республики Махмуда Али Макшериповича Калиматова к Народному собранию. Вы знаете, это с одной стороны очень приятно, что красной линией нитью в этом послании отражены вопросы здравоохранения. Самое значимое, я считаю, что это вопрос вакцинации. Сегодня это приоритет для населения и для здравоохранения. Мы должны продолжить активно эту работу. Действительно, без вакцинации мы не победим эту болезнь. Так что я призываю, так же, как и глава нашей республики, активно проводить вакцинацию против COVID-19. Глава акцентировал очень большое внимание на прививке. В послании он сказал, что более 60% населения должно быть привито. Для этого созданы все условия. Это нам необходимо, мы все это знаем, мы все с этим уже встретились. Несмотря на непростые условия, регион смог по-прежнему удержаться в лидерах по демографическому приросту населения в целом по стране. Махмуд Али Калиматов отметил, что эту тенденцию, несмотря на негативные влияния, надо сохранить. Послание главы Ингушетти народному собранию слушали все. От простых жителей, госслужащих, до самих коллективов медорганизации. Мы очень благодарны за то, что всегда наш глава выделяет здравоохранение, ставит на первое место, уделяет большое внимание. Для себя, конечно, мы выделили основные моменты. Это принять активное участие в разработке в комплексе мер для снижения смертности от общих заболеваний, в том числе и от коронавирусной инфекции. Уделить также большое внимание борьбе с коронавирусной инфекцией, проведение профилактических мер, соблюдение ограничительных мероприятий, противоэпидемических мер. Акцент не был сделан, чтобы смертность именно от коронавируса людей спасали. Все-таки сохранение нации – это важный процесс. И было еще такое важное наставление, обращение главы, чтобы оперативный штаб при главе, который у нас работает, и Роспотребнадзору, чтобы не выходили, не выпускали вопрос из-под контроля. Руководитель республики назвал врачей настоящими героями. Более 320 работников здравоохранения были представлены к высоким государственным наградам. 10 из них отметили орденом Пирогова 42 почетной грамоты, около 200 – благодарностью президента. Борьба с мировой пандемией потребовала от нас технических ресурсов, но и больших человеческих усилий. Благодаря работе, которая велась нами, была обеспечена готовность системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. На переднем плане этой борьбы находились наши медики, которым еще раз выражаю огромную благодарность за их самоотвержденный труд, за каждую спасенную человеческую жизнь, порой ценой своей жизни. Общественников и самих медработников обращение главы впечатлило. Осознание того, что их труд не остается незамеченным, признание заслуг на высоком уровне, поддержка и контроль в жизненно важных вопросах в лице руководителей республики стимулирует и дает импульс двигаться дальше. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.